Становясь владельцем четок, каждый человек по-своему устанавливает для себя их предназначения. Один берет их, чтобы успокоить нервы, другой для молитвы, кто-то считает их оберегом, кто-то стильным аксессуаром. Четки в России предмет не слишком популярный, но в последнее время встречающийся в руках людей все чаще. В православии их называют мечом духовным и вручают монахам при пострижении. Православные используют четки во время молитвы Иисусу, не столько для подсчета количества молитв, а в основном для большего сосредоточения на молитве и для удержания ритма, чтобы не только разумом погрузиться в священнодействие, но и телом. На иконах молящиеся часто держат в руках четки. При своих явлениях верующим Богородица благословляла молитву по четкам, считая их верной защитой против всяческих козней нечистого. Все четки можно условно разделить на две большие группы – круговые и перекидные. Круговые – это четки, у которых основная часть, нить и цепочка, кожаная лента и прочее, замкнута в круг кольцо. При использовании, например, отчете молитв отдельный элемент четок – бусина, узелок, бобок – пропускается между пальцами и таким образом переходит в отсчитанные. Перекидные четки из нанизанных на две параллельные нити плоских предметов, образующих ленту. При использовании быстрыми ритмичными движениями элементы четок перебираются, перекидываются между пальцами. Читая молитву, четки начинают перебирать от начальной бусины до средней. Во время молитвы на четках можно обратиться к Господу с любой просьбой, но прежде следует получить от священника благословение на самообращение. В России первые четки назывались вервицами. Они изготавливались из веревки с навязанными узелками. Вервицы, по преданию, были введены в церковную практику святителями Василием и Пахомием Великими. Православные используют также четки плетеные из шерсти и кожаные с вкладышами из дерева. Четки с вкладышами называют лестницами или листовками. Напоминают лестницу. Соединяются они кожаными треугольниками, на которых изображены кресты. Такими четками с давних времен пользовались старообрядцы, но не возбраняется их использование верующими Русской Православной Церкви. Изначально листовка имеет сложное догматическое устройство, в котором каждый элемент наделен своим символическим значением. Так, например, треугольная форма кожаных элементов символизирует единого Бога в трех лицах Отца, Сына и Духа Святого. Наконец, вся лента, замкнутая в круг, символизирует непрестанную молитву. С помощью четок можно не только вести беседу с Господом, но и исцеляться от многих хворей. Свидетельств исцеления хватает. Однажды к старцу Порфирию Кавсакалевиту обратился человек с просьбой каким-то образом облегчить страдания его близкого человека, больного раком. Для больного старец передал четки и произошло чудо. Исцелился больной по прошествии недолгого времени. Молиться на четках советовал болящим душой и телом другой старец по имени Паисий Святогорец. В Европу четки пришли с Александром Македонским из Персии. Самые дорогие четки изготавливались из отполированного черного коралла, с инструктировались серебром. В наши дни количество бусин в разных видах четок бывает от 33 до 108. Четки являются сюжетным мотивом на многих картинах эпохи Возрождения. Фреска Джонто «Праздник четок». Картина Альбрехта Дюрера 1506 год для алтаря церкви Сан Бартоломео в Венеции. Картина Питера Рубенса «Богоматерь, вручающая четки святому Доминику» и другим святым. Написанная в 1630-32 годах. В Приморских Альпах в городе Ванс расположена капелла четок, в оформлении которой принимал участие Анри Матис. Наконец, одна из самых знаменитых книг-стихов Анны Ахматовой, вышедшая в свет в 1914 году, называлась «Четки». У разных народов существует много разновидностей четок, имеющих в том или ином народе собственные названия. Например, в Индии четки называют «Рудрукша», в санскрит «Глаза Рудры». Они делаются из плодов одноименного дерева. Католические четки называются «Розарий». Существует несколько музеев, имеющих большие коллекции четок разных стран и народов. Один из самых известных музеев четок – Американский музей Буз в Вашингтоне, который имеет в своей экспозиции большую коллекцию четок всех времен и народов. В истории для изготовления четок использовались янтарь, рог, кость, дерево ценных пород и драгоценные камни. Мельчайшие частицы сандала, кипариса, малахита, проникая через кожу пальцев в организм, обогащают его важными микроэлементами за счет содержащихся в них фитонцидов, биологически активных масел, металлов. Кроме того, от трения ниши наши пальцы электризуются и тело получает слабый электрический заряд. При выборе породы дерева нужно учесть особенности нервной системы будущего владельца четок. Например, человеку нервному, неуравновешенному подойдут бусины из осины, тополя, черемухи или ели. Для укрепления пальцев применяются четки из бука, дуба, акации, березы, можжевельника. Для борьбы с радиоактивным поражением используют четки из древесины 500-летнего кедра, который иначе называют звенящим кедром. О целебных свойствах такого кедра написано еще в Библии. У Бориса Акунина в романе «Пелагия и черный монах», действия которого происходят в дореволюционной России, святые отшельники коротали время, вырезая кедровые четки, за которые паломники платили монастырю немалые деньги от 30 рублей за низку. Кстати, кроме как духовный меч против темных сил, четки могли применяться и в качестве реального оружия. Среди экзотических разновидностей восточного оружия существуют четки с зернами из металла, обычно железо, являющееся гибким, холодным оружием ударно-дробящего действия, близким по технике применения к боевым цепям. Известно, что в кончиках пальцев сосредоточены нервные окончания, которые связаны с мозговыми центрами. Посмотрите на малышей. Развивая мелкую моторику рук, давая им горошинки, мы развиваем не только руки, но и мозговую деятельность. Умные китайцы уже в древние времена использовали для снятия стрессов, утомления, грецкие орехи. Перекатывая их, вы воздействуете через нервные окончания на пальцах непосредственно на мозг. По тому же принципу работают и четки. Перебирая их разными пальцами, можно влиять на самые различные стороны жизнедеятельности вашего организма, и в первую очередь на эмоциональное состояние. В честь четок назван особый тип пассажирского поезда. Патерностер От латинского потерностер, отче наш, в котором открытые кабинки движутся мимо открытых площадок. Патерностером называли четкие используемые при чтении Господней молитвы. Именно такой подъемник установлен в Москве в доме, построенном для статистического ведомства страны Великим Ле Кербюзье. Десять с лишним лет тому назад мир праздновал год четок. С октября 2002 по октябрь 2003. Этот год был объявлен папой Иоанном Павлом II и официально назывался годом Розария. В это время во многих странах проходили выставки четок. Статья была подготовлена Генрихом Тумаринсоном. Публикуется в журнале «Загадки истории» номер 32 за 2014 год. Называется «Для молитвы и здоровья». Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! – Субтитры Алексею Дубровскому!